Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с темой триггеры. Мы познакомимся с понятием триггера, с принципами работы триггеров, с способами создания и использования триггеров. Рассмотрим, что такое виртуальная таблица Deleted и Insert. Триггер представляет собой процедуру, которая находится на сервере базы данных и вызывается автоматически при модификации записи баз данных. В отличие от хранимых процедур, триггеры нельзя вызывать из приложения клиента, а также нельзя передавать им параметры и получать от них результаты. Триггер – это механизм, который вызывается, когда в указанной таблице происходит определенное действие. То есть триггер создается для конкретной таблицы, действием может быть ставка записи, изменение записи, либо удаление записи. Каждый триггер имеет следующие основные составляющие. Это имя. Максимальная длина имени может состоять из 128 символов. Это действия, то есть инструкции DML, это инструкции, такие как Insert, Update, Delete и инструкции DDL, такие как CRIT, например. И исполнение. Это обычная хранимая процедура, либо некоторая инструкция. Таким образом, у нас есть два типа триггеров. Это триггеры DML и триггеры DDL. В SQL сервере существует два вида триггеров DML. Это триггеры, выполняемые после события, произошедшего с таблицей, и триггеры, выполняемые вместо события, происходящего с таблицей. Как я уже сказала, триггеры создаются для конкретной таблицы и выполняются автоматически, если с таблицей, для которой они были созданы, происходит событие, например, добавление, изменение или удаление записи. Рассмотрим команду создания триггера DML. Так как триггер – это объект базы данных, то мы, используя команду create, указываем что-то – триггер. Далее – имя триггера. Перед тем, как указать имя триггера, мы можем указать имя схемы, с которой бы связан наш триггер. Далее – обязательный параметр on, который указывает, для какой таблицы мы создаем триггер. Более того, триггеры можно создавать и для представления. Необязательный параметр, который указывает опции триггера. Далее – обязательно мы указываем for или after или instead of. То есть данный спецификатор показывает, что наш триггер сработает after после возникновения события для таблицы, либо же instead of вместо события для таблицы. for и after – это синонимы. События могут быть insert, update, delete. Могут быть все три события, может быть любая комбинация этих событий. Далее – обязательно параметр as и инструкция транзакта SQL, то есть тело триггера. Либо же, если наш триггер создается в среде разработки, например, посредством языка C Sharp, то мы указываем имя процедуры метода и указываем, что это среда разработки, то есть external name. Для модификации триггера, так же, как и для модификации любого объекта базы данных, мы используем команду alter. Далее указываем, что это триггер. Дальнейший синтаксис этой команды аналогичен синтаксису команды createTRIGGER. Для удаления триггера мы говорим drawTRIGGER и имя триггера. Компонент Database Engine позволяет создавать несколько триггеров для каждой таблицы и для каждого действия, то есть для действия insert, update, delete. По умолчанию определенного порядка исполнения нескольких триггеров для данного идентифицирующего действия не имеется, но мы для каждой таблицы можем создать один первый триггер, то есть так называемый first триггер, и один последний триггер, last триггер. Остальные триггеры будут выполняться в неопределенном порядке. Например, создадим триггер, который назвали добавление. Данный триггер создан для таблицы студенты. Он сработает после добавления строки в таблицу студенты. Триггер ничего не делает, лишь выводит небольшое сообщение запись добавленная. При создании действия триггера обычно требуется указать, ссылается ли он на значение столбца до или после его изменения действием запускающим триггер. Для тестирования следствия инструкции запускающих триггер используются две специально именованные виртуальные таблицы. Это таблица deleted и таблица inserted. Таблица deleted содержит копии строк, удаленных из нашей физической таблицы. Таблица inserted содержит копии строк, вставленных в таблицу. Структура этих двух таблиц эквивалентна структуре таблицы, для которой определен триггер. Таблица deleted используется в том случае, если в инструкции create trigger указывается предложение delete или update. Если же в инструкции указывается предложение insert или update, то используется таблица insert. Это означает, что для каждой инструкции delete, выполненной в действии триггером, создается таблица delete. Подобным образом, для каждой инструкции insert, выполненной в действии триггера, создается таблица insert. Инструкция update рассматривается как инструкция delete, за которой следует инструкция insert. Поэтому для каждой инструкции update, выполненной в действии триггера, создается как таблица deleted, так и таблица inserted. Причем они создаются в указанной последовательности. То есть сначала deleted, потом insert. Тогда для таблицы соответствующими триггерами выполняется инструкция dml, insert, update или deleted. Для всех изменений в этой таблице всегда создаются версии строк. И таблицы inserted и deleted реализуются, используя управление версиями строк. Когда триггеру требуется информация из таблицы deleted, он обращается к данным в хранилище версии строк. В случае таблицы inserted триггер обращается к самым последним версиям строк. Триггеры авто, то есть триггеры, которые создаются, вызываются, вернее, после выполнения изменений таблицы. Эти триггеры создаются только для базовых таблиц. Триггеры, любые триггеры могут реализовывать часть алгоритма приложения, но кроме того, они могут быть использованы для таких действий, как создание журнала аудита действий в таблицах баз данных, для реализации бизнес-правил, для принудительного обеспечения ссылочной целостности. Мы знаем, что ссылочная целостность бывает двух видов. Это декларативное ограничение, которое определяется при создании таблиц, то есть при использовании команд rate table, либо alter table. И это процедурное ограничение, которое реализуется посредством триггера. Рассмотрим триггер, который срабатывает вместо события, то есть триггер instead of. Триггер называется удаление студента, он создан для таблицы студенты, срабатывает вместо удаления. Тело триггера. Тело триггера состоит из двух команд delete, то есть сначала у нас удаляется из таблицы deleted с версии строк, копии строк, таблицы оценки, такие, что код студента из этой виртуальной таблицы должен быть равен коду студента из реальной таблицы, и потом удаляются версии строк из таблицы deleted, которая построена на основе таблицы студенты, такие, что код студента из таблицы deleted равняется к коду студента из физической таблицы студенты. То есть получается, что наши таблицы студента и оценки связаны, и прежде чем удалить запись из таблицы студента, удаляется запись из дочерней таблицы оценки, только потом из таблицы студенты. Триггеры instead of могут быть созданы как для таблиц, так и для представления. Они так же, как и триггеры авто, могут частично реализовывать алгоритмы приложения, но при работе с этими триггерами существуют требования, которые предъявляются к значениям столбцов. Во-первых, значения столбцов не могут задаваться, вернее, триггеры не могут задаваться для вычисляемых столбцов. Они не могут задаваться для столбцов с типом данных times-time. Не могут задаваться для столбцов со свойством identity. можно их использовать для таких столбцов только если свойство identity insert принимает значение on. Если же мы триггеры instead of хотим назначить представлением, то для представления существуют такие требования, как представление не должно содержать столбцы со значением no. Создание триггера ddl. Команда создания триггера create trigger. В целом триггер команды создания триггера ddl такая же, как и команда создания триггера dml с небольшим исключением. Первое исключение. Данный триггер создается либо для базы данных, либо для всего сервера. а для dml мы писали либо имя таблицы, либо имя представления. Далее for либо after, то есть триггеры ddl не бывают вместо, то есть нету триггеров instead of. Далее здесь вместо событий insert, update, delete есть такие понятия как event group, event type и логан. Что это такое? Когда мы определили, что наш триггер сработает либо для одной базы данных, либо для всего сервера, дальше мы должны понять, когда же наш триггер сработает, при каком событии. Если у нас одно событие, то мы указываем event type. Если же у нас есть группа событий, то при срабатывании любой инструкции из этой группы автоматически сработает наш триггер. Если же у нас указан логан, то это означает, что наш триггер является триггером входа. Вообще все триггеры DDL делят на два типа. Это обычные триггеры DDL и триггеры входа. обычные триггеры DDL срабатывают при возникновении каких-то событий DDL, то есть событий create, alter либо drop. Триггеры входа это те триггеры, когда пользователь пытается войти в систему и они срабатывают в момент входа в систему. Модификация таких триггеров также осуществляется с помощью команды alter триггер, удаление это drop триггер. Итак, сегодня мы с вами на занятии познакомились с понятием триггер, сказали, что это особый тип хранимой процедуры, он связан с выбранными событиями языка обработки данных, события должны быть применены к таблице либо к представлению, если это триггеры дмл, или же события могут быть связаны с ддл, если они применимы в базе данных либо всему серверу. Триггер не может быть выполнен явно, он срабатывает, когда запускает событие дмл, связанное с этим триггером, то есть такие инструкции как insert, update, delete. Триггер не может, мы не можем вызвать триггер из приложения, не можем передать ему какие-то параметры. SQL сервер поддерживает триггеры двух типов, это зависит от типа события, то есть события обработки данных, это триггеры дмл, и события описания данных, то есть это триггеры ддл. Триггер дмл, это пакет транзакт SQL, связанный с таблицей, которая предназначена для того, чтобы отвечать на определенные события дмл, или же на комбинации таких событий. SQL сервер поддерживает два вида триггеров дмл. Авто, то есть триггер, который срабатывает после события и может быть определен только для постоянных таблиц, то есть для физических таблиц. И instead of, триггер, который срабатывает вместо события, он может быть определен как для постоянных таблиц, так и для представления. Триггер выполняется только один раз для каждой инструкции дмл, независимо от количества задействованных строк. При этом схема триггера должна быть такой же, что и схема таблиц или представления, с которыми связан триггер, так как при создании триггера мы используем таблицы inserted и deleted виртуальной таблицы. На сегодня наше занятие завершено. На экране вы видите вопрос для самоконтроля, на который вы должны уметь ответить и, как всегда, список рекомендуемой литературы. литературы. Продолжение следует...